ИГОР Давай! Всем привет! И сегодня у нас сразу необычная гонка. Мы на ИГОРе, и это командная гонка с пилотами РСКГ в формате мини-эндуранса, 2 часа, которые принимают участие в каждой команде пилота РСКГ и 2 пилота прокатного картинга. И методом случайной жеребьевки я оказался в команде с Александром Гудриловым, пилот, которому не чужд картинг, в том числе прокатный. Поэтому хороший первый стинг мы стартовали с 17 позиции, и руль он мне передает уже на 11 месте. Что в принципе хороший результат за буквально 20 минут, которые он провел на трассе. И теперь у меня есть еще примерно полчаса, чтобы как-то улучшить и, желательно, не ухудшить этот результат. Интересно то, что у нас была, скорее всего, самая тяжелая команда из всех. Дударев был самым легким из нас с весом в 90 килограммов. Васин весил 94, а у меня вес был 98. Такая команда почти 3 центнера на троих. Соответственно, любая борьба на прямой была не в нашу пользу. Но, что с этим делать? Мы продолжаем бороться и продолжаем... Как я люблю говорить, минимизировать потери. Сразу меня пытаются атаковать легкие пилоты, буквально на третьем-четвертом круге. Борюсь, сколько получается, но оказалось, что единица это просто лютая была пушка. И на прямой он спокойненько покоит мимо меня. Далее продолжается борьба и продолжается моя боль на подъеме на мусс с низких оборотов. Очередной раз пилоты меня проходят, борются, пытаются повернуть меня. Оставляю место на выходе и понимаю, что дальше тоже будет больно. Особо с этим ничего не сделать. К сожалению, любая прямая эта борьба не в мою сторону. Но теряю еще одну позицию против восьмого карта, пускайся на четырнадцатое место. В принципе, карта потихонечку прогревается и потихоньку даю брит. Догоняю пилотов и не отстаю от хитничек, которая буквально маячит впереди. И, возможно, уже начинаю думать о возможных атаках. Но более, в принципе, сижу за пилотом. Между пока случится вот примерно вот это. Когда пилоты подвинут друг друга и смогут забрать позицию без особых проблем на трассе. Команда номер четыре получает с топом до тем временем. Их забывают. Питлейн. И вот уже единичка впереди держит целый паровозик из пилотов. За мной также существует очередь. И начинаются уже атаки на пилота. Хоть карты быстрые. Получается здесь залезть внутрь. И очередной обгон. Не даю никакого места на выходе. И шестой карты пройдены. Это двенадцатая позиция уже. Почти все, что проиграл ранее, вернул. Но такой очень слабый выход от девятого карта буквально занесло до остановки. Благо все разрулили. И продолжаем движение. Стинг уже идет примерно 20 минут. 15-20. И очередная ошибка от девятки уходит широковато. И буквально сдает мне место. Не стал идти до конца. Увидев это, режу и использую всю ширину красы. Выхожу на одиннадцатое место. После того, как четверка все-таки соизволила остановиться на свой стопом до этого уже десятая позиция. Но поскольку впереди никого нет, это проблема по разгонам. И значит проблема по позициям. Залетает десятый карт Тулубила. Быстрый карт, быстрый пилот. Поэтому он довольно быстро. Уже он от меня уезжает вдаль. Видно как напрямую буквально никаких шансов у меня не остается. И вот он уже практически исчез. Продолжается борьба. Пытается обогнать меня снаружи. Оставляю место. Пытается перекрестить. Это Макаров. И у него это получается. А за ним следом шестерка, которую я обгонял ранее. И вот снова он передо мной. Небольшая заминка между пилотами. Остаюсь снаружи. Понимаю, что в принципе смогу спокойненько за шестерку поместиться. И не нужно сильно бороться между собой. Тринадцатая позиция. И за час до конца гонки, буквально на экваторе, пилоты передо мной синхронно сворачивают петли. Я понимаю, что у меня остается буквально пять где-то минут, пять или десять минут, чтобы максимально хорошо проехать последние кулки. И, может быть, после петов выехать впереди них и дать Дудареву шанс побороться с позицией защиты, а не нападения в этот раз. Много пилотов свернули в петлейн. 58 минут до конца. И настает уже моя очередь сворачивать. Соответственно, сдаю на седьмой позиции. Передаю обратно управление Дудареву. И на этом мои стинты закончились. Мой стинт был один длинный, у Дударева два коротких. И у Васина тоже в конце был один длинный. В принципе, неплохой стинт. Не сильно проиграл. Отправляемся в левую колонну. Как казалось, это был не очень хороший карт. Не повезло нам с линией. И Дударев немножечко страдал. Но в итоге улучшились со старта 18-й позиции. И финишируем на 11-м месте, где, собственно, Дударев передал мне управление. 54 секунды от лидера. Побеждает команда Кирилла Смаля. Вместе с ним были Дима Рукусенко и Александр Поликарпов. На троих они, в принципе, не оставили соперникам много шансов. Но 11 из 20 при условии тяжелых всех трех пилотов. Это отличный результат. Мне кажется, отправляя Дударев в лавкой, а сам уже иду отдыхать. Всем спасибо. Полная гонка на канале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА